Мы продолжаем с Евангелия от Иоанна, 5 глава, 1 стих. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Это Вторая Пасха для Спасителя с момента начала своего общественного служения. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять скрытых ходов. Купальня – это бассейн. Как часто можно видеть подобные купальни при монастырях, при источниках монастырских. И у нас, в частности, в Топловском монастыре есть несколько таких купалин. И верующий человек погружается в эти воды, ключевые воды. И по вере своей получает у врачевания какого-нибудь недуга. Так же было и в Ветхом Завете. Но не было столько купалин, как сейчас есть в нашей Церкви. Огромное количество купальни. И те люди, которые имели такую возможность погружаться в воды купальни, получали благословение от Бога по молитвам Матери Божией и Святых. И нужно заметить, что, я бы даже сказал, неверующие получают исцеление, когда погружаются в эти воды. Я знаю такие случаи. И даже сейчас, вы знаете, наверное, кто-то назовет каким-то таким модным паломничеством в Тополевский монастырь. Не только церковь организовывает паломничество, да, вы знаете, да? Какие-то организации, предприятия, вот они организовывают паломничество. И там погружаются все подряд. Как можно вообще это расценить? Как положительное явление? Или все-таки это какой-то нонсенс? Я думаю, что все-таки это положительное. Положительное потому, что вера, понимаете, это то, что появляется в жизни человека вследствие чего-то. Бывает так, что человек, что называется, рождается уже с таким чувством веры. И потом это чувство веры, оно поддерживается благочестивым образом жизни в семье. А бывает, что человек рождается в семье неверующей. И откуда взяться вере? Вот откуда? В семье вообще не принято говорить о Боге. И понимаете, когда человек едет в такое паломничество и погружается в святую воду, даже, вы знаете, вот человек, вот думает, авось поможет. То есть это не есть проявление веры, правда ведь? Ну, авось. И тут помогло. И вот когда человек переживает в своей жизни помощь от Бога в таких вот обстоятельствах, что-то в нем начинает постепенно меняться. Нужно понять, что вера, она тоже, понимаете, имеет некую эволюцию, как эмбрион. Вот он растет, и из маленького существа появляется человек. И вот так же и вера. Поэтому сказать о том, что верующий человек, неверующий человек, знаете, это очень, я думаю, не очень правильно, конечно. Потому что в каждом человеке все-таки живет вера. И я бы сказал, это связано с тем, что выразил Сертулян, «каждая душа по природе христианка». Вот понимаете, она настолько тянется к Богу, к Спасителю, порой она вообще не осознает, почему вот у нее такая религиозная тяга есть. И только впоследствии человек уже начинает это оценивать, как, так знаете, когда ретроспективно смотрит на свою жизнь, все-таки Бог вел в него. Бог помогал ему. Вот каждый пусть посмотрит на свою прожитую жизнь. И он поймет, о чем я хочу сказать сейчас. Ведь мы не в одночасье стали церковными людьми. Это был, я бы сказал, такой затянувшийся процесс. И вот в какой-то момент мы так уже стали твердо верить, посещать церковь Божию, осмыслять всю свою жизнь, вообще все свои поступки в свете Евангелия. То есть мы уже понимаем, что по-другому мы не можем оценивать жизнь. И вот в Иерусалиме у овечьих ворот была такая купальня. Почему овечьи ворота? Есть предположение, точно сложно сейчас установить, потому что проводили через эти ворота овец в Иерусалимский храм. Или продавали возле этих ворот овец для Иерусалимского храма. Ну, для нас это уже не является важным. Ну, вот в данном случае при этой купальне было огромное количество больных людей. Евангелие нам не называет еще одну купальню. Я имею в виду вообще в Палестине. Была, видимо, одна купальня, где происходило вот такое чудо. Когда вода становилась чудотворной в определенный момент года. Это раз в год вообще происходило. То есть если каждый человек сейчас может по вере окунуться в воду, или даже без веры, как я уже говорил, и Господь по своей любви окажет такую милость, что исцелится человек от какой-то болячки. Вот тогда, один раз в год, и здесь тоже не говорится о вере, нужно заметить. Идет речь только о том, кто первый спустится в купальню. Представляете, какое огромное количество людей стекалось для того, чтобы спуститься в эту купальню и получить исцеление. Потому что кто уже второй спускается, не получал того исцеления, которое получал человек, который первый спускался. И там было пять крытых ходов. Это значит, что люди там могли находиться продолжительное время, укрывались от дождя, от снега. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших. И все ожидали одного – движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал Богу. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Этот человек был старым, потому что тридцать восемь лет он был только в болезни. А далее Господь скажет ему о том, чтобы он не грешил, чтобы не было чего хуже с ним. То есть, видимо, эта тяжелая болезнь, затянувшаяся на тридцать восемь лет, была причиной какого-то греха. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Основная проблема для этого несчастного была в том, что не было человека. Вы знаете, это очень важный момент. на него нужно обратить внимание. Вот так просто для нашей совести. Может быть, не для ума, а вот для совести нашей. Потому что в жизни нашей больных, наверное, больше людей, чем здоровых. Я имею в виду, окружает нас. И когда человек здоров, ну, вы сами знаете, особенно когда человек не только здоров, но он еще и молод. и ему кажется, что вся жизнь его впереди, и что его это не коснется. Одним словом, человек очень заблуждается относительно вообще своих перспектив жизни. И он, конечно, много делает ошибок в молодости. Вот, когда человек приходит в храм, он начинает, я имею в виду, уже в возрасте, сожалеет очень о том, что он много сделал ошибок именно в молодости своей. А молодость — это действительно время, когда человек в искаженном свете воспринимает вообще жизнь. И вот именно этой искаженной жизнью связано очень тесно, прежде всего, с здоровьем человеком. Вот когда человек болеет, когда он страдает, он все-таки более правильно воспринимает жизнь. Потому что болезнь, она более, я бы сказал, характерна для нашей жизни. Я не говорю естественно, а именно характерна. Потому что здоровье, оно, вы знаете, настолько текучее, ускользающее. Это как, знаете, вот мы берем песок в руки, и чем больше мы его зажимаем в своей руке, тем больше он проходит сквозь наши пальцы. И вот, когда человек пытается оценить жизнь через призму своего скротекучего здоровья, он приходит к ошибочным выводам. А вот больной человек — это человек, вы знаете, с таким очень аналитическим подходом к жизни. Я в данном случае говорю не о логике, а я хочу сказать под аналитическим подходом к жизни именно то, что человек, он все подмечает, он всему придает значение, он очень много выстраивает взаимосвязей. Он, особенно верующий человек, он уже понимает, что его болезнь, она очень тесно связана с его грехом. И, конечно, не всегда человек и больной выстраивает правильные взаимосвязи, но именно больной человек, как говорит о нем апостол Павел, болеющий телом перестает грешить. И человек, который выстрадал, особенно когда в его жизни нет человека, вот о котором говорит сейчас этот страдающий, говорит, у меня нет человека, который смог бы взять вот так вот меня, как дитё малое, и погрузить в эти воды. Вот нет человека. А как ему тяжело было смотреть вокруг, когда буквально за какие-то, может быть, считанные часы, дни приносили какого-то больного родственники и погружали в эти воды быстрее, чем он мог вообще опомниться. Конечно, ему было, может быть, и завидно, всё, что угодно происходило в душе этого человека. Но одним словом, он мечтал о таком человеке. И вот каждый больной, мечтая о враче, который смог бы ему облегчить страдания, мечтает о заботливой, ласковой руке, просто о сочувствии, о внимании. И вот нужно для себя, для себя где-то вот в глубинах своих это отметить. Что если мы сейчас не имеем каких-то таких сложностей, проблем, но ведь в жизни каждого человека рано или поздно это случается, и он становится беззащитным. А ведь сколько сейчас выброшенных людей на улицу? Вот они просто гниют, что называется, пропадают. И нет человека. Вот в чём вся проблема. И, наверное, да может быть, не наверное, а всё-таки точно, признак вообще нормального общества, развития нормального общества. Вот сейчас, вы знаете, основной характеристикой нормального общества говорят о какой-то демократичности, например. Но там ещё что угодно можно в качестве положительной характеристики указывать, относительно нормального общества или нет. Но самое важное, это чтобы у больного был человек, который может ему помочь. 38 лет не нашлось человека, который смог бы ему помочь. Не было человека. И именно этот евангельский сюжет это, знаете, я бы сказал, инъекция в нашу совесть. Вот каждый для себя, он должен именно это как-то отметить. Это очень важно, братья и сёстры. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний. Он даже не стал погружать его в воду, потому что Спаситель не связан с какими-то формальностями. Он сам устанавливает закон. Он может установить помимо обычных законов, которые мы знаем, я имею в виду естественных законов природы, он может дополнительно какой-то устанавливать для определённого места. Вот в данном случае есть определённая закономерность. Кто первый входит по возмущению воды в воду, ангел Господень возмущал эту воду, да, вот тот получал исцеление. Именно вот это купальня было для многих, знаете, пробным камнем, ну, можно сказать, лакмусовой бумажкой на человечность. Особенно если человек лежал 38 лет, а я вот тут впервые его вхожу. я пришёл, может быть, вот месяц тому назад, здесь ожидаю. Это тоже было очень важно. И Господь говорит, просто возьми постель твою и ходи. Было день, это всё в день субботний. Что такое суббота для евреев? Мы должны перенести своё внимание в Иудейскую, в Синайскую пустыню, вернее. Вот Синайская пустыня – это место, где Иудеи в течение сорока дней, и не могли войти в землю обетованную. И вот Господь устанавливает субботу в качестве праздничного дня. Храма, как такового, ещё не было. Ещё не было даже с Кинией. Господь устанавливает субботу. То есть Господь первым храмом делает для евреев время. Не пространство, а время. Именно суббота – это тот день, когда правоверный Иудей должен был остановиться. Он не должен был ничего делать в свою пользу. Всё в этот день совершалось только во славу Божию. Именно суббота решала отсутствие храмов у евреев. Потому что синагога, она в определенном смысле не была храмом. и она появилась значительно позже, уже после Вавилонского плена. А так вообще вначале была одна с Киния, переносной храм, а потом был один иерусалимский храм, где приносили жертвы, построен в Иерусалиме. И вот если он не мог прийти в храм иерусалимский, ну вот понятное дело, по многим причинам, человек не мог пересекать такое расстояние для того, чтобы оказаться в Иерусалимском храме. Расстояния были большие. И вот суббота это тот день, когда он должен был посвятить Богу. И, конечно же, нельзя было ничего делать. вообще как бы человек, он имеет всегда определенную такую, знаете, крайность, тенденцию крайности. И все это, конечно, проявилось в таком регоризме религиозном, когда иудеи отчитывали, сколько вообще шагов можно сделать в субботу. То есть, больше там определенного количества шагов, я даже не помню сейчас сколько. Вот нельзя было делать. Конечно, об этом Господь не говорил в Своем законе, который Он дал для евреев. Он сказал, ничего нельзя делать на пользу себе. Все делается только во славу Божьей. И очень серьезные начались перекосы в религиозном сознании по поводу соблюдения субботы, как правильно ее соблюдать, эту субботу. И вот именно сегодняшняя лекция, она в основном будет этому посвящена, именно вопросу субботы. посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Ну, вдумайтесь вообще. Вообще, иудеи, я имею ввиду, фарисеи, они преследовали Христа, вот они ходили по стопам Христа, как апостолы ходили, точно так же эти провокаторы постоянно шли по стопам Христа. Фарисеи потом примкнули к ними садукеи, затем иродиане. Иродиане это партия почитателей Ирода как реформатора иудейской жизни. Вообще, вы знаете, что Ирод, он был идумеянин по происхождению, то есть, он не был иудеем. И иудеи, конечно же, не воспринимали Ирода как своего целя, воспринимали его как выскочили. Но, тем не менее, Ирод был достаточно сильным политиком с точки зрения такой, я бы сказал, политической деспотии. Вот, обратите внимание, кто такой Сталин? Сталин это, конечно же, изверг человека ненавистник. Но, когда прошло время, да и не только прошло, и в то время, были почитатели Сталина, то есть, они искренне молились, что называется, на его портрет. Он для них был Богом. Они искренне плакали, когда он умер. но это же был человек и ненавистник. Он огромное количество невинных людей уничтожал. Зверски. Сколько погибло людей при его правительстве. и сейчас многие хотят вообще канонизировать его. И даже говорят, даже иконы появились, вы знаете, но это, конечно же, вздор, но тем не менее, факт остается фактом. Более того, люди говорят, ну вот нам нужен такой правитель, как Сталин. Они даже не отдают себе отчет вообще, о чем они говорят. И вот тогда, понимаете, люди тоже были именно сторонники, может быть, даже почитатели, я не знаю, именно они назывались иродианами, последователями Ирода. Они были в союзе, хотя они, то есть фарисеи и иродиане, они ненавидели друг друга, и садугеи, это партии, противоборствующие между собой, но вот, да, соперничающие, потому что они всегда стремились к власти, понятное дело, и именно каждая партия считала себя достойной властвовать. властвовать. Но вот когда шла речь об отношении к Христу, вот они были в союзе против Христа. Мы об этом прочитаем позже. И вот когда увидели это чудо, чудо прежде всего любви, потому что ну, огромная любовь была выражена к этому несчастному человеку, 38 лет страдавшему, гнившему в этих каменных притворах. И они говорят, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. А Спаситель именно подчеркнул, возьми постель свою и иди в дом твой. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою, ходи. Его спросили, кто тот человек, они-то видели, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Вот здесь я хотел бы подчеркнуть этот момент о том, что этот несчастный он как бы без веры получил исцеление. от спасителя. То, о чем мы говорили в начале лекции. Господь верит в этого человека. И вот как мы говорили, что вера, молитва, надежда, любовь к Богу это всегда ответ на ту веру, любовь, которую Бог имеет к человеку. Наша вера это последствия той веры, которую имеет Бог к нашему немощному человеческому существу. Он даже не знал, кто его исцелил. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус, но он на радостях, он думал, что и другие уверуют в него, в этого чудотворца. Он вовсе не имел намерения предать своего благодетеля и стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие чудеса в субботу. Иисус же говорил им, Отец Мой до ныне делает и я делаю. Вот здесь начинается очень важное объяснение о своем действии от Христа. Отец Мой делает до ныне делает и я делаю. Первое это то, что Спаситель отождествляет себя Сыном. Отождествляет это не значит, что Он Отец и Он одно лицо. Нет. это два разных лица. Но идет речь о том, что все поступки Христа они являются симфоничными, они являются унисонными действиями с Отцом. Все, что бы ни делал Христос, Он делает вместе со Своим Отцом. И, как говорит 18 стих, и еще более искалюбить Его. Иудей за то, что Он не только нарушил субботу, но и Отцом Своим назвал Бога, делая Себя равным Богу. Совершенно верно, да, именно так и нужно понимать. То есть, нужно понимать, что Сын Божий, Он всегда подчеркивает, что Он исполняет волю Отца. Следовательно, если Он исполняет волю Отца, то Отец является источником. Но это не значит, что Сын чем-то умолен перед Своим Отцом. Просто Он является источником, а Сын выполняет волю Своего Отца. На это Иисус сказал, истинно, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. Давайте обратим вот на что внимание. Есть такая секта свидетелей Иголы, и они учат, что Христос не является Сыном Божьем. В их понимании Христос это воплощение архистратига Михаила. И Он является неким высшим творением. Но вот все Евангелие, которое мы будем сейчас читать, оно настолько ярко свидетельствует о том, что иудеи искали убить Христа именно за то, что Он делает Себя равным Отцу. То есть Сын подчеркивает, что Он равен Отцу. И вот свидетели Иголы это иудейская секта, потому что эта секта стремится к тому, чтобы ненавидеть Христа за то, что Он творит Себя равным Отцу. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Вот здесь все эти стихи со всей очевидностью подчеркивают именно эту глубокую связь действий Отца и Сына в этом мире. не может от Себя творить Сын, если не увидит Отца Творящего. Вот здесь только нужно вдумываться в эти слова, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца пославшего Его. Это очень важно. И для последующих стихов, вернее, стихов не последующих за этими стихами, а спустя определенное время мы будем читать, там будет идти о том, что Сын как бы умолен видением, что сроки кончины мира знает только Отец. Но именно здесь мы читаем совершенно другое, что видит Сын от Отца, то творит. И что делает Отец, то делает и Сын. То есть и знание, и творение дел всегда совершается совместно. И вот то, о чем будет говорить Сын, нам нужно будет понять совершенно в другом контексте. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня иметь жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. эти слова, которые мы сейчас читаем, от того, что мы много раз, может быть, прочитали эти слова, от того, что много раз мы слышали эти слова, мы не радуемся этим словам. Они, может быть, не переворачивают внутри нас душу. они не заставляют наше сердце биться в каком-то другом трепете, с каким-то другим переживанием мы должны переживать эти слова. Вот вдумайтесь, Отец имеет жизнь вечную, и кто верует в Меня и в пославшего Меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Получается, что вера, она освобождает человека от суда. Но давайте посмотрим на нашу жизнь. Вот есть суд нас верного, самый гуманный суд, украинский. У многих это вызывает улыбку. И вот если человек живет по законам этого государства, он может вообще не знать, где этот суд находится, правда ведь? законам вот кто конфликтует с законом, тот очень хорошо знает, где находится это место. вот верующий в отца, в сына, он на суд не приходит. для для нас это тоже благовестие, братья и сестры. Это очень серьезное благовестие. если мы не будем в конфликте с Богом, будем стремиться примириться, мы-то грешим бесконечно, да, это понятно, но здесь Господь не говорит о грехах, здесь Господь говорит о том, что кто верует в пославшего меня, тот на суд не приходит. Для этого, конечно, нужно знать и Евангелие, чтобы его исполнять, потому что если человек не знает, то как он может исполнять то, чего он не знает? Он должен знать, чтобы не нарушать. Он должен знать хорошо, в чем воля отца. И тогда он перейдет сразу же от смерти в жизнь. Эти слова должны утешать нас, братья и сестры, потому что не всегда бывает радостно на душе у христианина. Тоже бывает тяжело, но мы должны помнить, что вера в Отца, в Сына и в Святого Духа, в Троицу Единосущую и Раздельную является путем, который ведет мимо суда, сразу к жизни. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышат живот. И когда он говорит о мертвых, то тогда, то он имеет в виду не только тех мертвых, которые будут воскрешены перед Вторым пришествием, но настало уже. Это значит, что для Христа мертвые не только те, которые умерли, но те, которые не веруют в Сына Божий. И вот если они в какой-то момент уверуют, то услышав глаз Сына Божия, начнут оживать. Вот когда человек умер, тело его начинает разлагаться. И, конечно же, разложение сопровождается зловонием. А вот когда человек душевно умер, то из его рта тоже распространяется зловоние. И это зловоние гнилые слова, матерняя брань. Когда человек матерится, когда он произносит хуу, это признак мертвого человека. это человек разлагается. Это признак того, что он оторван от Бога. А может ли верующий человек в Сына Божия произносить такие слова? Слова гнили. Где в Евангелии написаны такие слова? Ведь для нас Евангелие это образец и культуры речи в каком-то смысле. И вот только человек, который начинает верить, он оживать начинает. Матерщинник перестает произносить эти слова. Пьяница перестает злоупотреблять. То есть одним словом из мертвого человека. А ведь вот давайте посмотрим на алкоголика и давайте посмотрим на мертвого человека. Я имею ввиду умершего человека. Вот если их сравнить конченого алкоголика и мертвого человека, скажите, чем они отличаются? Ничем. И если алкоголик перестает пить, скажите мне, это не равно сильно ли воскрешению из мертвого? Это почти воскрешение из мертвого. Вот семья, которая постоянно видит приходящего отца в состояние помрачения алкоголя, и в какой-то момент вот они настолько уже привыкли, что дети зажимаются где-то там в угол. Жена уже просто не знает чего ожидать от этого человека. И вот наступило время, когда он приходит вовремя домой, садится вместе с семьей, ужинать, и все такое. Что это? Это есть воскрешение из мертвого. И вот Христос таких мертвецов воскрешает, братья и сестры. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. И вот для того, чтобы понять вот эти именно слова, потому что Он есть Сын человеческий. Иоанн Златоуст объясняет, он, вернее сказать, дает свое толкование, свой перевод этого места. Не дивитесь, что Он Сын человеческий, ибо Он есть вместе Сын Божий. Это будет понятно, именно, будут понятны эти слова 27-го стиха. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия. Помните, с кем будет сравнивать Спаситель фарисеев, Он будет говорить, что вы гробы повапленные, покрашенные гробы, и что все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия. Он говорит, конечно же, и о мертвецах в том смысле, в каком мы все понимаем, и изыду творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. И вот в этом заключается вся жизнь христианина, чтобы не своей воли искать. И именно это показывает нам Спаситель, что несмотря на свое равенство Отцу, Он ищет только одного, исполнить волю своего Отца. И вот для нас должно быть пищей, насыщением от этой пищи сотворить волю Отца Небесного. Вот действительно, когда человек исполняет волю Божию, вот какое насыщение человек получает, как душа его наполняется радостью бытия, смыслом жизни. А когда человек исполнит свою волю, свое самохотение, и вот какая пустота наступает в жизни от этого. И вот он подчеркивает, что я исполняю волю пославшего Меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Он имеет ввиду Иоанна Крестителя. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Я же имею свидетельство больше Иоанна. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Нам нужно сильно подумать все то, что творил Сын Божий. О чем они могут свидетельствовать? они могут свидетельствовать, во-первых, о неотмирности Его действий. Потому что, вот мы как называемся, мирянами, да? Потому что мы живем в миру, некоторые скажут. Это тоже правильно. Но еще важный смысл приобретает это слово уже в контексте церковном. Мы посланы в мир. Потому что наша Церковь является апостольской не только в том смысле, что мы являемся некими наследниками апостольского учения и предания, а в том, что и мы все как бы призваны быть посланниками в мир для того, чтобы свидетельствовать не свою волю, а волю пославшего нас. Нас совесть посылает в мир говорить слово истины. Ведь когда нам говорят ложь, мы ведь не можем терпеть этого. Мы всегда пытаемся этого человека остановить и сказать ему, что он неправ. Нужно слушать голоса Божия, который прозвучал в Евангелии, в Церкви звучит постоянно. То есть мы уже находимся в неком противостоянии с этим миром. Поэтому мы не до конца отождествляем себя с миром. Мы скорее посланники в мир, хотя и живем в мире. И вот то, что творил Спаситель, это было чрезвычайно для мира. И следовательно, это свидетельствовало о том, что он является неким посланником. И вот он уточняет посланником, кого он является. Потому что его все-таки отождествляли, помните, сына Меосифа, сына Мария, они говорили, не Иосифов ли он сын, не брат ли он братьев, которых мы знаем, которые между нами и сестры его. И он подчеркивал, да, я от вас, я плоть от плоти по человечеству, но я посланный и Отцом Небесным в этот вид. И вот когда мы присоединяемся ко Христу через дело и кровь, мы становимся сопричастниками Божественного естества, и тогда мы тоже уже в этом мире становимся посланником в мир Господней. Мы, может быть, себе не отдаем отчета в этом, но мы должны отдавать себе в этом отчет, иначе тогда христианство оно теряет всю как бы всякий смысл. Если мы такие же, как и мирские люди, если мы ничем не отличаемся от мирского человека, то тогда в чем же вообще христианство и вообще имеет ли оно смысл это христианство? То есть мы должны в этот мир принести что-то новое, и вот это новое нес Христос. Он постоянно хотел подчеркнуть все это я делаю от Отца, которого вы не видите, вы только видите Его волю, и эта воля, она поражает вас своей любовью и заботой отеческой. Как замечательно сказал Николай Сербский, что все люди, для всех людей, вернее сказать, Господь является Богом, а вот для верующих людей Бог является Отцом. Это очень важная мысль. Именно это свидетельствует, именно слова Спасителя свидетельствуют об этом, что Бог хочет подчеркнуть не просто свое господство, что Он Господь и Бог Вам, но Отец. Именно молитву, которую Он дарует для людей, начинается с Отче Наш. Он желает включить в некую семью, которую создает, и она называется Церковью. «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне, а Вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что Вы не веруете Тому, Которого Он послал». «И исследуйте Писание, ибо Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Вот голос этого Божьего не слышали, и мы не видели лица. Что нам нужно в таком случае делать? Вот что нам нужно делать? Верить верить, но здесь еще Спаситель нам говорит «Исследуйте Писание». «Исследуйте Писание». То есть вы не видели лица Отца, вы не слышали Его голоса. Что остается тогда для вас исследовать Писание? Потому что исследуя Писание, мы узнаем о том, кто любит человека и что он сделал по своей любви к роду человеческому. Вот когда мы изучаем Писание, вот это изучение дает нам больше знаний. если конечно мы изучаем Писание абстрагировано от своей жизни, то конечно это Писание оно не принесет нам никакой пользы. Для нас Библия будет таким же религиозным источником, как скажем Хавагита или Коран или там еще что-то. Для нас Библия это знакомство с Богом, знакомство с Своим Отцом. Лица мы Его не видели, но мы всегда ощущали Его заботу и любовь к нам. Это возможность узнать как можно больше о нашем Отце. Ибо исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Вот в каком контексте Господь говорит? Вы не хотите прийти ко Мне, потому что не исследуйте Писание так, как нужно, чтобы заметить, что самое главное в Писании это Я. Я пришедший в этот мир, о котором говорили пророки, что Я приду. Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Потому что тот, кто придет во имя свое, он будет льстить слуху иудеев, он будет говорить об их особой избранности. А помните, что Спаситель скажет, что вы думаете спастись, потому что дети Авраама вывести, так Бог может сделать из этих камней себе детей. Вот что очень важно тоже понять, что иудеи хотели, чтобы они были властвующим народом над всеми остальными народами. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Какие замечательные слова. Не думайте, что я вас буду обвинять пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. знаете, вот особенно эти слова убедительные, когда вот слушаешь сектантов, и они часто говорят, вот Слово Божие, Библия, и они так много ссылаются на Библию, так много говорят о ней. Вот те же иегалисты. И вот иеговисты говорят, что Христос не является Сыном Божьим. И кто будет для них обвинителем? Сын не Божий? Нет. Моисей, на которого они ссылаются. Для того, чтобы приходить к выводу, что Христос это не Сын Божий. И много других сектантов, которые пытаются выводить свое зловерие, свое заблуждение именно из этой священной книги, на которую они не имеют права никакого, для того, чтобы толковать, потому что эта книга не принадлежит их секте. Она написана много тысяч лет тому назад, до возникновения секты. Следовательно, они не имеют авторского права на эту книгу. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тибериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Знаете, тоже очень поражает, что он постоянно был в пути, Христос. Он не остановился в каком-то одном месте, он постоянно шел. Он шел для того, чтобы встречать как можно больше людей. Он был настолько открыт людям, он хотел буквально каждому посмотреть в глаза, он хотел буквально с каждым пообщаться. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. В субботу первую, во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Здесь уже я цитирую и Евангелие от Луки и Марка. Он сказал им, неужели вы не считали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеба, предложение, которое не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновные? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. посему Сын человеческий есть господин субботы. Вы понимаете, вот личность Христа, он буквально разрушал все стереотипы. Но вы знаете, здесь очень важно понять, что он не нарушал заповедь Ветхозаветную. Это очень важно понять. Он сказал, я не пришел нарушить законы или пророки, а что исполнить? Что же он делал, если он вступал постоянно в конфликт с фарисейским обществом, религиозным обществом иудеев. А происходило следующее. Он разрушал извращенное, неправильное понимание закона Божия. Он разрушал все те толкования, неправильные, человеческие мудрования, которые налагали на закон Божий. Фарисеи, саддукеи, и это очень важно понять. Потому что мы имеем один текст Библию. Обратите внимание, какое огромное количество сект существует, которые все претендуют на то, что именно они являются истинными последователями закона Божьего. И вот все эти последователи являются жертвами неправильного понимания одного текста. И вот когда они запрещают утолить голод ученикам, которые растирали колосья в своих руках и говорили, что суббота не должно ничего делать. То есть они называли насыщение, утоление голода нарушением субботы. И тогда приводят им из первой книги царств в 21 главе повествуется о том, как царь Давид из своими спутниками проголодался и пришел в Скинию и там священнослужитель ничем не смог утолить голод Давида со спутниками только хлебами предложения. А хлеба предложения это хлеба, которым могли вкушать только священнослужители. Это 12 хлебов, которые каждую субботу возлагались на стол предложения в Скинии от 12 колен, как некая жертва Богу. И они могли вкушать эти хлебы только внутри, в святилище сами священнослужители эти хлебы. И вот произошло нарушение закона. Но Господь оправдывает это нарушение закона, даже в ветхозаветное время. Хотя нарушение субботы, нарушение священного, как вам известно, наказывалось побиением камнями. И вот почему именно евреи хотели обличить Христа в нарушении субботы, а потому что за нарушение субботы еврей наказывался побиением камнями. Это был для них привычный путь. Скольких людей они побили камнями? Но идет речь не о том, что можно было нарушать покой субботний, а именно те люди, которые страдали от камней фарисеев, они страдали от неправильного толкования субботы фарисеев, книжников. это две разные вещи. И вот когда идет речь о почитании воскресного дня, и часто люди задают такой вопрос, а вот можно ли что-то делать в воскресенье или в праздничные дни? Конечно, мы должны опираться на этот текст Священного Писания. что можно и чего нельзя делать в праздничный или воскресный день? Можно в воскресный день делать определенную работу. Эта работа всегда имеет одну мотивацию, любовь к Богу и к людям. Вот если именно даже не только к людям, но обратите внимание, к животным. Ты же, говорит, если дальше мы почитаем, вол твой упадет или там какая-то живность в яму, неужели ты будешь равнодушно смотреть, как это несчастное животное погибает? Ты обязательно будешь извлекать это животное из ямы. И вот если я еще раз подчеркиваю, работа не направлена на укрепление своего, скажем так, экономического благосостояния, своей пользы, то можно делать работу. Если вы помогаете какому-то человеку в этот день, то можно делать такую работу, потому что именно это желает делать сам Бог. Он именно подчеркивает, что господином субботы является Сын человечества. А что он делает в этот день? Он делает дело любви. Он исцеляет, помогает. И оттуда вошел он в синагогу их, Матфея 12 глава. И вот там был человек, имеющий сухую руку. Вот здесь очень интересная взаимосвязь. Вот только что Спаситель объяснял, что такое суббота, и кто является господином субботы, и чего нельзя делать, и что можно делать. книжники и фарисии наблюдали за ним, то есть они постоянно преследовали эти провокаторы. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? Но он, зная помышление, и сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. И он встал и выступил. То есть обратите внимание, что он в данном случае отвечает на их вопрос действием. Он не вступает в прямую бессмысленную полемику. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Вот здесь очень важный момент. Вот воскресенье. Что нам? Это как вопрос к нам. Что нам должно делать? Добро или зло? Спасти душу или погубить? То есть и свою в том числе, и душу нашего ближнего. Они молчали. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро и возрев на них с гневом, с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Вот для того, чтобы правильно понять, что значит это описательная характеристика гнева Христа, то мы четко должны понимать. Помните, Господь говорит, гневайтесь, но не согрешайте. Гнев и грех это не тождественные понятия. Это не одно и то же. есть праведный гнев. Вот когда гневался Александр Невский на рыцарей, которые закованы в броню, уверены были в своей мощи, несокрушимости направляли свои штыки на Русь, он с гневом, а можно ли без гнева было рубить головы шведов и немцев? Но он говорил, не в силе Господь, а в правде. Правда, вот что двигало Александра Невски. И все воины, они понимали, что на поле битвы для верующего человека решается очень важный вопрос. Выживет он или не выживет, это не был важным вопросом. Важен был только один вопрос. «Если я умру, то возьмет ли меня Спаситель в обетованное Царство к себе? Буду ли я снаследником святых или моя душа погибнет? и вот правда была такова. Нет больше любви, кто душу свою положит за други своя». Они об этом помнили. И они не жалели своей жизни, они отдавали, потому что Христос тоже не жалеет своей жизни, отдавал свою жизнь за других. И вот возрев на них с гневом. Гнев для Христа не был страстью, которая омрачала Его глаза, которая помрачала бы Его разум. Это была просто сила, сила некого возмущения, лицемерия и злоба этих несчастных людей, потому что Он в это же время скорбел, скорбя об ожесточении сердец их. Говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул и стала рука Его здорова, как другая. «Они же пришли в бешенство, говорит нам Писание, и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом?» Он скорбел о них, а они пришли в бешенство. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Это очень напоминает всевозможные коалиции, которые непонятно против кого. «Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима и Идумеи». Это тоже очень важно. Здесь это подчеркнуто. «Пока фарисеи, как представители Иудеев с Идумеями или с почитателями Идумеями Ирода составляли совет, то обычные простые люди шли за Христом и Иудеи, и Идумеи, и Изеордана, и живущие в отрестностях Тира и Сидона. Услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и он исцелил их всех. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, ты Сын Божий, но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Именно из уст бесовских Господь не принимает даже слова истинной правды. Да сбудется реченное через пророка Исайю, который говорит, «Сеотрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит». Вот эти вообще слова, они вот только нужно, знаете, здесь вот как-то вдумываться в эти слова. Да. Известным. Нет. Вы знаете, мы не должны обольщаться словами истины, которые исходят из уст бесовских. Ни в коем случае это очень серьезное обольщение. Потому что бес, если он говорит правду, он только говорит с одним своим бесовским умыслом погубить. Только для того, чтобы доверие было оказано людей к этому существу. Вот почему, вот знаете, вот я еще раз хочу это подчеркнуть. Почему Господь запрещает обращаться ко всякого рода целителям? А ведь многие-то говорят, ну и раз исцеляет, распомогает, ну значит можно. Он говорит нет. Потому что это исцеление будет очень серьезным аргументом для таких вот доверчивых людей. И потом они начнут доверять. И в результате эти люди, которые исцелили, а вернее сказали, создали иллюзию исцеления, человек начнет доверять и руководствоваться их советами. И в результате будет приведен в погибель. И поэтому Господь запрещает истину произносить вне церкви. Он говорит, столбе утверждений истины, церковь. Вот кто имеет право произносить истину. Почему ни одна секта не имеет права толковать священное писание? Некоторые скажут, но они ведь тоже читают священное писание. Да, но церковь является столковым и утверждением истины. Церковь является толковательницей истины. Никто не имеет права, потому что именно сам Бог благоволил доверить эту истину только церкви. Потому что если даже и будут произноситься слова правды не церковью, то в результате это сообщество или этот отдельный человек он не обладает полнотой истины, знания полнотой истины. И он будет как слепец вести слепцов и оба упадут в яму. Поэтому только церковь и ответственно за истолкование истины и ей только доверено истолкование истины. Это очень важная аксиома. Поэтому не надо сентиментальничать здесь. Нет, здесь нет, я нет, а вас нет, здесь нет, здесь именно сентиментальничать вот знаете, даже относительно вот этого момента, некоторые святые отцы попадали в ловушку, когда бес являлся и говорил, что он желает покаяться. И они, поскольку имели сердце милующее, причем об этом говорит Исаак Сирин, он говорит, что у истинного святого сердце милующее, и он перечисляет ко всякому творению, к животным, к человеку и к бесам даже. Но если есть у истинного святого сердце милующее бесам, то это не значит, что он должен доверять словам, которые произносят бесы. Он только может сожалеть о том, что эти умные ангельские существа отпали от Бога, но молиться за них, вступать в диалог с ними для того, чтобы вразумить бесов, никто не должен обольщаться. Все те попытки святых людей, которые были для того, чтобы бесы привести к покаянию, заканчивались трагически для святых людей. Они не могут раскаяться. они закосневшие в своем отпадении, в своей гордыне. И поэтому Господь говорит, что запрещает им произносить слова истины. И вот не воспрекословит, говорит пророк Исаия о Христе, не возобьет. И никто не услышит на улицах голоса его. Но не в том смысле, что он не говорил на улицах, он проповедовал. Но он как бы говорит о том, что он не будет это говорить как-то особенно, прикословить, не возобьет, то есть не будет какой-то эмоциональной перебранки. Трости надломленной не переломит. Что такое трость надломленная? И льна курящегося не угасит. То есть доколе не доставит цепь